Вор в законе Джек Отбилисский Мамаян Джамал Джангирович является действующим вором в законе, который добился большого влияния после своей коронации в 2008 году. Воровской подход к нему сделал сам патриарх криминального мира Аслан Усайян, дед Хасан. Со своим крестником дедушка не прогадал, Джамал Джангирович, также по национальности езит, внес в воровское сообщество свою лепту, поставив под контроль не только Магадан и область, но также продвинув интересы воров в Китай. Джек Отбилисский Джамал Мамаян родился 5 июня 1978 года в Тбилиси. Здесь же и встал на путь совершения преступлений. 25 октября 1995 года Мамаян был впервые осужден Тбилисским судом на 6 месяцев заключения. В тюрьме он примкнул к отрицалам, так как на воле поддерживал воровской ход. В то время в Грузии, практически все преступники контролировались ворами в законе, и платили в воровской общак определенный процент от криминальных прибылей. Как говорит источник, именно на зоне у Джамала сложился жесткий волевой характер. Тюрьма закалила его, и оказавшись на свободе, Джек Отбилисский, такое прозвище получил Мамаян, уже примкнул к одной из воровских группировок, выбившись в лидера. 2000-е годы внесли коррективы в преступный клан Деду Хассана, под покровительством которого и находилась бригада Мамаяна, и он вынужден был уехать в Москву, как того требовали старшие товарищи. Это решение было обусловлено несколькими факторами, во-первых дедушке требовалась в столице России своя армия преданных людей, в связи с войной против Сухумского клана, а во-вторых, Джамал уже несколько лет назад выдвинулся как стремящийся на получение воровского титула, и Хасан лично хотел убедиться в достойности кандидата. Таким образом авторитет и попал в непосредственное окружение воровского патриарха. Коронация с переездом в Москву связана дальнейшая тюремная биография Джека Тбилисского, который сразу же попал в поле зрения силовиков. Первый раз его задержали 29 мая 2007 года, вероятно дав понять, чтобы приезжий криминальный лидер особо не надеялся на неприкосновенность со стороны правоохранительных органов, несмотря на поддержку влиятельного Усаяна. Джамал естественно не внял первому предупреждению. 6 ноября 2008 года Мамаян был коронован в московском ресторане «Золотой слон» вместе с другими уголовными авторитетами, среди которых такие известные на сегодняшний день законники, как Сергей Асатрян, Осетрина-младший, Вадим Иваненко, Вадик Краснодарский, Камчик Кальбаев, Каля Киргиз, Владимир Озерский, Зюзя, Василий Станчу, Вася Молдован, Олег Сухачев, Сухач, Зураб Янделадзе, Зура Кутаиский, Георгий Акоев, Гия Свердловский, Юсиф Алиев, Юсуш Мхорский, и Эмзар Чулойан, Эмзар Руставский. Получив долгожданный воровской титул, Джек Атбилийский занялся формированием своей бригады, которая стала заниматься выбиванием денег с бизнесмена в пользу клана Деду Хасана. За эту деятельность опера не смогли упечь законника за решетку. Зато 27 февраля 2009 года представился другой случай изолировать Мамаяна от общества. Он был задержан на улице Удальцова в Москве сотрудниками уголовного розыска. Оперативники увезли его в ОВД проспект Вернацкого, где в ходе досмотра нашли наркотики, гашиш. Составив протокол, сыщики собирались припроводить Джемала в камеру, но он попросился сходить в туалет. Не ожидая никаких казусов, опера позволили задержанному зайти в уборную. Отжимал Мамаян достал спрятанный им перочинный ножик и порезал себе живот. Рана оказалась несмертельной, и его увезли в институт скорой помощи имени Склифасовского, где прооперировали. В начале марта 2009 года Мамаян был переведен в тюремную больницу Сиза номер один Матроска Тишина. Надо отметить, что воры в законе остались недовольны поступком Джемала Схракири. По их мнению, это могло спровоцировать месть силовиков в отношении других воров. В тюремной больнице Джека Тбилийскому не удалось привлечь на свою сторону содержащихся здесь блатных. Во-первых, этому мешали находящиеся в больнице трое законников из Сухумского клана, который был не особо хорошо настроен по отношению к Хасановскому крестнику, а во-вторых, любые его контакты с другими арестантами пресекались с сотрудниками учреждения. Поняв, что по-хорошему завоевать влияние не получится, Мамаян, пользуясь своим воровским положением, объявил голодовку, и призвал к этому других пациентов в тюремной больнице. Кто-то поддержал его в этом, но в дальнейшем со всеми голодающими была проведена разъяснительная беседа с сотрудниками больницы, и заключенные отказались от голодовки. А Джека Тбилийски отправился на 15 суток в карцер. Когда Джамала Мамаяна уже собирались переводить непосредственно в СИЗА, в матросскую тишину поступила малява от Сергея Сатрина, подписанная хасановскими ворами, которая поясняла смотрящему за тюрьмой Роману Туликову, Рома Черкес, что находящийся в СИЗА вор Рома Сдзнила Дзи Ахмед Евлоев, таковыми не является. Смотрящий по тюрьме обязан был пустить эту маляву по камерам, что повлекло бы свержение власти сухумских воров и воцарение Джамала. Но Рома Черкес не успел озвучить послание, и вообще был переведен в одну камеру с Ромазом Тзниладзе. Такое решение приняли оперативные работники, прознавшие про маляву, и не желающие дестабилизации обстановки в СИЗА с назначением Джека. Смотрящий за Магаданской областью 12 августа 2009 года Джамал Мамаян был осужден Никулинским судом Москвы к четырем годам заключения, с отбыванием срока в колонии общего режима. После этого Джека отправился по этапу, побывав в разных тюрьмах. В 2010 году он вновь отличился, злостно нарушив режим, за что был осужден Чердынским судом Пермской области на два года тюремного режима и был переведен в крытую тюрьму Балашова. Досиживать срок Джека отправили в Магаданскую область. Причем во время отсидки, Джамал был поставлен смотрящим по Магаданской области. Несмотря на заключение, вор в законе смог организовать в области свою банду, которая от его имени занималась вымогательством денег с осужденных, содержащихся в местных тюрьмах, а также с вольных поселенцев и некоторых коммерсантов. Масштабы вымогательств были колоссальны, так как свое влияние бандиты распространили не только на Магаданскую область, но и на Дальний Восток. Большинство собранных денег бандам Амаяна отправляла в воровской общак, другая часть оседала на счетах самого лидера. Из магаданской колонии Джека от Белиски освободился 1 марта 2013 года, но не успел вор в законе выйти за пределы СИЗа, как вновь был задержан, уже за незаконное пребывание на территории России. Через несколько часов судья магаданского горсудовый не срешение о выдворении криминального лидера из России, и запрет на въезд в РФ в течение пяти лет. 13 марта Джамал Мамаян был доставлен в Москву, где его определили в спецприемник Северный на Дмитровском шоссе для содержания нелегальных иммигрантов. Через три дня он был депортирован, и в конце концов осел в Армении. Отсюда коронованный езид стал частенько наведываться в Китай, организуя здесь плацдарм для коллег по цеху, которым требовались новые прачечные для отмывания денег, так как служившая для этого Испания уже перестала быть безопасной. И Поднебесная должна была заменить ее. Но для этого необходимо было установить связи с китайской мафией. И Джек от Белиски стал первым, кто решился наладить в Китае криминальные связи. Также Мамаян был замечен в странах Юго-Восточной Азии в розыске. Между тем магаданские силовики к 2019 году успели получить от своих источников достаточно информации в отношении Джека от Белискова, который, несмотря на отсутствие его в РФ, являлся смотрящим по их региону, и занимался вымогательством денег на территории области и территории Приморья. Правоохранительные органы задержали 10 участников банды Джамала Мамаяна. А сам вор в законе 28 июня 2019 года был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok